Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый игровой видеоролик. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, спасибо за то, что вы поддержали, оценили тот видеоролик, который был у нас первый. Уже более 100 лайков у нас имеется на нём и я думаю, что если так всё будет продолжаться, если вы будете поддерживать, если вы будете в каком-то роде смотреть и вам это всё дело будет, конечно же, нравиться, то мы будем продолжать, мы будем постоянно, я думаю, что по возможности хоть даже каждый день я буду пытаться записывать подобного рода видеоролики и безусловно обозревать не только одни какие-то определённые вооружения, но делать максимум обзора на, грубо говоря, весь баланс нашей игры. Сегодня я подготовил для вас одно интересное вооружение. Я решил, что у нас в игре недавно появился относительно Викинга Гром Ультра, то есть это Викинг Прайм, который переделан, то есть который очень довольно-таки эффектно выглядит. И это, наверное, то вооружение, на котором я для себя точно не играл на протяжении довольно длительного количества времени. И я сегодня хотел бы проверить вместе с вами, нагибают ли красивые вооружения у нас вообще в ТОшке, то есть имеется определённо красивый, аппетитный скин. Сейчас я, конечно, ещё в гараже здесь найду свою кислоту. Где она только имеется, я, честно говоря, не знаю, но сейчас мы вместе с вами быстро её найдём. Так, кислота уже имеется. И отправимся в бой. Наверное, скатаем сегодня два бойка интересненьких каких-нибудь. Что касаемо заданок, то у меня тут сегодня имеется команда на команду, имеется Джиггернаут. Ну, на Джиггернаут явно нет смысла идти, потому что... Ну, а что, меня закинет на Джаггере. Я буду играть полбоя на Джагге, а потом скажу, что моё сочетание нагибает. Ну, нет, это будет как-то неправильно. Поэтому давайте отправимся сегодня в режим команду на команду. Скатаем в этом режиме пару каточек. Желательно, чтобы нам давало довольно интересные карты, а не какую-то шляпу по типу того же, наверное, Бреста. Мне бы не хотелось бы сыграть сегодня бои на данной карте. Ну, и показать максимальный импакт, максимальную эффективность на данном вооружении. Вот вы видите, как оно красиво смотрится. Ну, и, конечно же, играть я буду с дроном-защитник. Не буду я тут сегодня брать никаких бустеров. Я считаю, что имеется тот дрон в игре, который сейчас, ну, по сути, является для меня незаменимой частью в матчмейкинге. Я не вижу смысла, в принципе, его менять. Ну, а по грамму, что я могу сказать? В последнее время уже его довольно мало начали использовать. Механику данной пушки, ну, грубо говоря, тоже в какой-то степени испортили. И актуальность потихоньку данной пушки пропадает. Хоть и по сути, на ней можно также эффективно играть. И сегодня мы все это дело, конечно же, вместе с вами проверим. Я, честно говоря, вам не скажу, когда я последний раз играл на грамме. Возможно, это где-то будет месяца 2-3 назад. Может, даже и того больше будет по времени. Ну, и когда я играл на грамме, когда эта пушка была реально актуальной, вы могли бы заметить то большое количество резистов, которое имеется от нее. Сейчас же я вижу, что особо так большого количества резов нет. Там 3 реза, и то они особо сильно не качаны. Это значит, что потенциально на такой карте, где нет большой дистанции, можно спокойно накидать большое количество урона. Ну, и посмотрим, как оно будет еще работать с викингом. Вы знаете все, как работает овердрайв викинга. И посмотрим, насколько эффективно можно будет реализовывать данное вооружение. Карта, я считаю, вообще просто максимально четкая для данного сочетания. По полтора кассика так выдавать. Да и сплэш, в принципе, хорошая угрома. Я так смотрю, что особо со сплэшом ничего не делали. Хотя, вроде как говорили, что там есть определенные фиксы. Но, вроде я смотрю, что нагибается довольно-таки неплохо. Овердрайв, конечно, здесь парень прожал. Я немножко провтыкал. Мог бы тоже себе второй овердрайвик забрать. Ну, и сейчас надо где-то заюзать мой овер. Надо где-то заюзать его, дабы... Давайте даже тут, без ддшки, без разницы. Просто позиция довольно эффективная. При том раскладе то, что я находился в тылу противника. Можно даже так просто его заюзать, без дд, без ничего. Но, все равно, в общем и целом, где-то пройдет секунд 30, может, чуть больше. Я, если бы отреспался, у меня бы уже сейчас накопится процентов 50 нового овердрайва. Поэтому уже явно не было смысла оставлять данный овердрайв. При том раскладе то, что меня могли еще и нагибать. Вот этот парень, конечно, очень сильно хотел меня перевернуть. Но у него, к сожалению, это не удалось сделать. Я, конечно, самоуничтожился. Ну, и, наверное, вам будет интересно узнать, почему вообще я не использую грома. Я, если не ошибаюсь, записывал видеоролик, который целиком и полностью был связан с данной пушкой. Я очень сильно горел и хейтил то, что испортили ту самую механику, которая мне, честно говоря, очень сильно нравилась на данной пушке. И это, наверное, для меня является самым главным фактором того, что я перестал ее использовать. То есть у нас, грубо говоря, имеется гаусс с такой же самой механикой. И использовать грома только из-за того, что там от него будет меньше резистов. При том, что на гауссе ты можешь еще и сводиться. Да, в какой-то степени можно использовать этот гром. Если бы это была бы моя любимейшая пушка в игре, и она бы реально тянула бы. То, возможно, я бы на ней на постоянной основе играл. Но я, как и в предыдущем видеоролике вам рассказывал, то, что я все-таки сторонник более нагибаторских вооружений. На тот или иной период времени, что больше нагибает у нас в игре, то я чаще всего использую. Сейчас я вообще в матчмейкинге зачастую катаю именно на хорно-тажиге. Возможно, если вы захотите, если вы, например, в комментариях напишите, то данное вооружение в одном из видеороликов тоже будет. К слову, к предыдущему видеоролику я, честно говоря, не видел, чтобы вы писали определенные вооружения. Попросил вас написать, но никто ничего своего выдвинуть не захотел. Поэтому я решил сегодня показать такое более красивое и интересное вооружение. Отличное, что меня сейчас, кстати, Хантер тут не стопанул. Ну и посмотреть на все это дело, как оно будет нагибать. Пока что у меня, честно говоря, все довольно-таки неплохо получается. Овердрайв сейчас имеется и надо было бы уже выдвигаться на вражескую базу. То, как, конечно, снаряды летят очень интересно на данной пушке. Мне так кажется, что даже медленнее, чем на Гауссе. Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, что они летят медленнее, чем на Гауссе. Аптечка у меня имеется. Мне нужно как-то завязать овердрайв. Сейчас было бы неплохо, если бы, хотелось сказать, купол пропадет. А тут добавили еще один. Тут аптека есть, дропа уже. ДДшка ушла на кулдаун. Благо мы сейчас тут тянем очень хорошо по очкам. И я имею ввиду по киллам. И это значит, что мне тут особо даже дико жестко потеть-то и не надо. Моя команда должна вытягивать. Давайте вот этого заберем. Вот этого заберем. И еще бы кого-нибудь забрать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Очень много намазал. Если бы напопадал бы, мог бы еще бы точно забрать пару танчиков сверху. И это было бы довольно-таки эффективно. С моей стороны использование данного нагибаторского вооружения. Сейчас мне аптечку, конечно, очень подло сбили. Хорошо, хоть урона еще дополнительного нанес. 2,5 УП. Неплохо. 18 киллов я сделал. 7 раз умер. 67 киллов уже имеется. Я могу со стопроцентной вероятностью сказать, что это довольно-таки неплохая каточка. Получилось у нас даже тысячу еще и с премочкой получил. Неплохо. Давайте скатаем еще какую-нибудь интересную катку в команде на команде. Кстати, надо было бы посмотреть мне, какое количество... О, урона нанес. 100 тысяч урона я нанес за катку. Это довольно-таки неплохие цифры, если честно. Бывали у меня такие катки, где я там наносил по 60, по 70 тысяч, а тут 100 кассиков нанес. Грубо говоря, за одну катку и еще треть, наверное, следующий. Можно набить такое задание, хотя, по сути, мне кажется, что его в каких-то случаях может быть даже долго выполнять определенным игрокам, которые, например, не сконцентрированы на уроне. Хотя, если честно, я был сконцентрирован исключительно на победе в катке, нежели там порвался за каким-то дополнительным количеством урона. Это значит, что данное вооружение определенно уже начинает наваливать и дает такую вот доп-функцию в виде большого количества урона. Вы видите на расстоянии, как быстро падает урон у грома. Раньше такого не было. То есть, было падение урона, но оно было не такое существенное и в какой-то степени было более комфортно играть на данной пушке на дальних и на расстояниях. Но в определенный период времени данную функцию пофиксили и сейчас с громом приходится играть более как-то компактно, более на сближенных дистанциях. И я, конечно, не сторонник этого и мне бы хотелось бы на громе наоборот пострелять на дальние расстояния. Но сейчас еще когда полет выстрела такой довольно медленный, то не совсем так эффективно все это дело работает. Поэтому давайте попробуем залететь на вражеский респ и там уже от него понакидывать. Я думаю, что должно получаться все у нас это дело. Я уже заезжаю по флангу и можно сейчас попробовать где-то так зацепиться за вражеский респ. Полторы тысячи выдал, отличный урон. Ну и надо юзать овер, потому что второго шанса может не быть. Хотя бы так понаносить даже в купол урона. Почему нет? Еще здесь бы накидать. Резистов, как вы видите, вообще абсолютно нету. То есть, как я и сказал в начале видеоролика, если раньше от данной пушки в катках было по 5, бывало даже по 6-7 резистов, то сейчас как в той катке, так и в этой 3 резисты и то они не качены. Это далеко не 50-ки и грубо говоря 24% это вообще не резист. Он абсолютно не чувствуется в таких боях, поэтому это очень круто, что данная пушка в какой-то степени уже забыта для многих игроков. Хотя потенциально, если резиста нету, то ее можно использовать, нагибать и, как вы видите, спокойнейшим образом забирать первые места. Давайте заедем сейчас здесь на респик. Птичка у меня имеется. Минку бы еще бы схавали. А, я минку ставил на респе, а я сейчас на мину просто нажал, думал, что мина еще одна сработает. Оказывается, минку-то я свою уже поставил где-то на респе, пока выезжал, где-то какой-то подъемчик подминировал. Ну ладно, ничего страшного. Давайте попробуем сейчас сюда на верхний мост. Зашмондо хоть немножечко урончика. Все, подлаги у нас в лучшей игры происходят. Артовод накидывает по своему тиммейту, тоже неплохо. К слову, по резисту я использую резист стандартный для матчмейкинга. Это, наверное, один из тех резистов, которые я использую на постоянной основе. Ну, бывает, конечно, иногда меняют. Там, если, например, какой-нибудь шап зайдет, который будет бесить или арта. Ну, а так, дефолт это чистый жига рельса гаусс. Если кто играет в матчмейкинге и не особо любит переодевать резисты, то знайте, что вот данные три резиста на данный период времени являются довольно-таки актуальными. И, по сути, вы его можете довольно эффективно использовать в матчмейкингу в боях. Что касаемо ББП боев, к слову, я думаю, что в ближайшее время, если вам это интересно, если вы по этому поводу напишите в комментариях, я бы тоже какую-нибудь каточку для вас бы подснял, такую, ну, не особо большую. Какой-нибудь, может, полигончик, ЦП, может, какой-нибудь островочек. Что-нибудь из того формата, что я любил катать. И я бы мог бы соло сыграть с какой-нибудь, там, может быть, командой, может, с каким-нибудь рандомом. Дабы вам было тоже интересно на всё это дело посмотреть, как бы я бы вообще поиграл бы в такой катке. И пока мы, если честно, начинаем проигрывать. Пять минут прошло. Это шоссе. Понятное дело, что это карта такая по типу как Брест. Она довольно-таки, ну, не совсем интересная, наверное, для матчмейкинга, для меня. И понятное дело, что они здесь очень редко, такие карты заканчиваются досрочно. Поэтому счёт 30-30 далеко не удивительный. Но хотелось бы всё-таки выиграть эту катку. При том, что шанс на победу у меня здесь явно имеется. Есть ещё овер, и можно хотя бы 2-3 танчика ещё бы вот этого забрать. Отлично. Выигрываем уже. 35-32. Вот мне один человек всё не угомонится, всё приглосы эти шлёт. Говорил я ему, что не шли ты мне приглосы, молодой человек. Если я не перехожу, значит, у меня нет возможности перейти. Но человек очень настырный, очень хочет, чтобы я в группу перешёл. Но как я могу перейти в группу, друзья, когда я записываю для вас такой вот интересный видеоролик. И у меня такая потная катка, где остаётся минута до конца. И всё ещё, если честно, висит на очень-очень тоненьком волосочке. 50 сек. И мне, похоже, надо ехать через низ. Да. Потому что отрыва нет. То надо забирать овердрайв и пытаться накидывать урон. Главное, чтобы... А, у меня сейчас ддшка будет на кулдауне. Я вижу дроповую ддшку. Это очень хорошо. Проставлю мину, чтобы... Блин, ддшка не появилась. Мне надо проесть аптечку, чтобы появилась ддшка. Ну ладно, будем ждать, чтобы сейчас дроповую откулдаунило быстро. Надо жать овер. Надо жать овер. Я не знаю только где. Здесь определённо неудобная точка для прожатия овердрайва. Надо как-то слить этот танк. И вот сейчас сжать овер. Другого варианта у меня не будет. Плюс два танка есть. Ещё бы третьего забрать там с правого фланга. Не сумел. Главное сейчас не слиться. Главное сейчас не слиться и не отдать фраг лишний. Блин. Ну хорошо, хоть наша команда вроде как чуть-чуть тоже киллов подделала. Я хотел спрыгнуть вниз, чтобы не дать килл противнику. Ну ладно. В принципе, хоть даже меня и слили, но катку сумели выиграть. Всё получилось. Не самая принципиально интересная и самая удобная карта. Но всё так же закончилось довольно-таки успешно для меня и моей команды. Две катки мы сегодня для вас выиграли. Я и думаю, что подобного рода ролики будут выходить именно как две, наверное, потенциальные интересные каточки матчмейкинга. Сегодня это были ТДМки. Поэтому я вам всё, что могу сказать, друзья. Если вам не сложно, если вам понравилось, то поддержите обязательно данный видеоролик лайком. Если не подписаны на канал, обязательно тоже подписывайтесь. Задавайте какие-то определённые вопросы, если у вас они имеются в комментарии под данный видеоролик. Ну и, конечно, хотелось бы в данном уже видеоролике в комментариях увидеть, возможно, какое-то ваше определённое сочетание, которое вы бы хотели увидеть. На котором мне стоит скатать. Может, даже какой-то определённый формат боя. Пообозревать, к слову, по осаде, если я не ошибаюсь. Ни одного видоса не было. И данный формат, который у нас вышел довольно-таки недавно, я вообще не обозревал. Возможно, вам интересно. Напишите по этому поводу в комментариях. И я тогда сделаю для вас обзор в данном формате. Ну а на сегодня всё. Спасибо всем за просмотр данного видеоролика. Всем удачи и всем пока.